Всем привет любители халявных игр, с вами Игорёк, и в этом видео покажу вам топ-30 бесплатных игр Steam, которые вышли на этой площадке за последнее время. На этот раз мне удалось собрать для вас игры разных жанров, начиная с платформеров, хорроров, шутеров, выживалок и так далее. Кроме того, почти в каждую из них вы сможете сыграть вместе с друзьями, так что досмотрев это видео до самого конца, вы наверняка добавите в свою библиотеку несколько новых бесплатных игр. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу устроить среди вас небольшой розыгрыш на пополнение баланса Steam, для участия лайк, подписка и любой комментарий в тематику видео. Как только вы наберете полторы тысячи лайков под этим видео, я случайным образом выберу победителя и опубликую его в своем телеграм-канале, так что желаю всем удачи и приятного просмотра. Хочешь купить интересующую тебя игру на балансе твоего аккаунта по нулям? Не стоит переживать, ведь на помощь приходит сервис Донатов Нет, благодаря которому пополнить свой баланс можно быстро, выгодно и безопасно. Для этого потребуется просто ввести свой логин Steam и нужную тебе сумму. А после оплаты, как видите, деньжата успешно доставлены на баланс моего аккаунта. Кстати, прямо сейчас комиссия на пополнение Steam была снижена до 10%, что довольно круто. Кроме того, Донатов Нет также предложит вам карты пополнения для популярных регионов и сервисов на любой вкус, в том числе и пополнение мобильных игр прямо по твоему ID. Поэтому проходи регистрацию по моей ссылке и получай скидочный купон на первую покупку, ведь с Донатов Нет, Донат есть. Ссылочка в описании. Ну а первая бесплатная игра из моей подборки это Multiversus. Динамичный экшен-файтинг с видом сбоку, в котором вам доступны свыше 20 персонажей из разных игр, фильмов и мультиков Warner Bros. Включая Бэтмена, Харли Квинн, Багзабани, Шегги и многих других. Сражения проходят на различных картах в формате 2 на 2 или 1 на 1, а в плане геймплея проект напоминает игры серии Super Smash Bros. от Nintendo. Изначально файтинг запустили в июле 2022 года в рамках открытой беты, но после чего проект ушел на доработку и полировку в плане визуала и общего баланса игры. Сейчас же разработчики планируют исправлять оставшиеся баги и наполнять мультиверсу с новым контентом. Далее у нас DC2, онлайн-хоррор от 9 незнакомцев, оказавшихся в заброшенном замке. Главная особенность игры заключается в механике предательства, которая разделяет игроков на 2 противоборствующие фракции, зараженных и выживших. Зараженные стремятся уничтожить оставшихся живых, а те в свою очередь должны найти способ покинуть замок или одержать победу над противником. Для коммуникации друг с другом в игре присутствует встроенная система голосового или текстового чата, что наверняка будет полезным для создания различных интриг, обманов и предательства между участниками. Из-за ряда технических проблем сиквел собрал смешанные отзывы, и в данный момент разработчики пытаются все исправить и постепенно наполняют игру новым контентом, так что можете сыграть с друзьями. Моншот The Great Espionage. Фантастический платформер с элементами стелса. События игры разворачиваются в конце 60-х годов, когда между США и Советским Союзом началась космическая гонка. Главным героем выступает шпион, которому предстоит проникнуть в штаб-квартиру конкурентов, избегая систему безопасности и устраняя охранников на своем пути. А все для того, чтобы раскрыть засекреченные данные о текущих разработках. Soul with Souls. Экшен-игра от первого лица, где игрок выступает в роли ниндзя и сражается с врагами в разнообразных локациях. Главная особенность игры – это свобода выборов в подходе к выполнению заданий, ведь их можно проходить скрытно или же сразиться с врагами в напряженных боях. В таком случае так называемые болванчики будут нападать одновременно, поэтому вам предстоит постоянно находиться в движении, используя элементы паркура. Ранее игра была платная, сейчас можно сыграть абсолютно бесплатно. Гуано – красочная игра про чайку, которая решила противостоять корпорации, загрязняющей окружающую среду. Игрокам в роли птицы придется летать по открытой карте и сеять хаос на объектах компании, издавая крики, воруя еду у туристов и бросая какашки. Escape from Zombie Town – шутер в мультипликационном стиле, в котором игрок борется за жизнь в мире, захваченном зомби. В роли одного из немногих выживших в небольшом городе, вам предстоит найти путь к спасению, избегая опасности и сражаясь с кровожадными мертвецами. В игре присутствуют динамичные сражения, напряженные моменты и непрерывная борьба за ресурсы и безопасность. Далее у нас Puppet Master The Game – многопользовательский хоррор в формате 3 против 1, которые основаны на вселенной фильмов ужасов 90-х «Повелитель кукол». Иплей сосредоточен на противостоянии двух команд, где один игрок берет на себя роль выжившего, которому нужно найти три артефакта и сбежать на лифте, а трое других управляют мерзкими марионетками, жаждущих крови. На выбор доступно несколько увлекательных режимов, карты с устрашающей атмосферой, разные персонажи и скины. The Showdown Effect Reloaded – экшен с видом сбоку, которым игрокам предстоит сразиться друг с друга в мультиплеере, используя огнестрельное оружие и рукопашные атаки. Игровой процесс наполнен динамичными боями и физикой, позволяющий игрокам устраивать эпичные перестрелки и акробатические трюки. На выбор есть 6 карт и 10 разных персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными движениями и стилем ведения боя. Survived Frozen – кооперативная стратегия про выживание в суровых условиях. Возглавию группы из четырех выживших вам предстоит собирать ресурсы, строить базу и делать все возможное, чтобы не замерзнуть и не погибнуть от голода. Ну а для одержания победы вам нужно будет добраться до вертолета в центре карты быстрее, нежели ваш соперник. У игры определенно есть потенциал, так что можете поддержать начинающего разработчика. Polya – красочная многопользовательская ролевая игра с элементами строительства и социального взаимодействия, в которой вы окажетесь в удивительном фэнтезийном мире, населенном различными расами и существами. Игрокам предоставляется возможность создать уникального персонажа, изучить огромный открытый мир, выполнять задания, охотиться на животных, совершенствовать свои навыки и создавать предметы. Игра фокусируется на общении, сотрудничестве и совместном выполнении различных задач с другими игроками. Ну а важной составляющей Polya является возможность построить собственный дом, украсить его и даже принять участие в масштабных глобальных событиях, которые проходят в этом фэнтезийном мире. Думаю, любителям Симса и Стар Дю Волли наверняка должно понравиться. Следующая бесплатная игра – это Сикария, вышедшая в раннем доступе стелс-экшен с видом от третьего лица, действие которого разворачивается в Антвербене во время 80-летней войны. Главным героем выступает инженер с механической рукой, а геймплей напоминает всем известных ассасинов, с возможностью паркурить и устранять противников по стелсу. Лимфром Лимф – карточная игра на выживание с элементами стратегии, в котором игрок должен сразиться с монстром, используя свои пальцы в качестве платы за проигрыш. Действие происходит в секретном крыле больницы, принадлежащей Рэймонду Митчеллу, который решил провести необычный эксперимент. На выбор доступна колода из 52 карт, а также предметы с уникальными свойствами, которые можно будет применить в битвах с монстром. Далее у нас Келетрон Зе Прей – приквел мрачной Метроидвании, похожей на двухмерную Дарк Соулс. По сюжету главный герой пытается добраться до границ соседнего королевства, чтобы противостоять тирании королевы Авроры. Разновидность врагов здесь не особо большая, зато может порадовать наличие необычных боссов, каждый из которых сможет бросить серьезный вызов неподготовленному игроку. В отзывах игру хвалят замрачную атмосферу, интересный сюжет, отличное музыкальное сопровождение и простое управление. Дамбл Раш – веселая онлайн-гонка от двух до восьми человек, где игрокам нужно управлять снежками, которые мчатся по снежному склону. Чтобы победить, вам нужно избегать препятствий и собирать различные бонусы. Игра очень веселая, и кроме того, вы сможете настраивать внешность снежков, меняя их цвет, глаза и рот. From Ages Bloom – минималистичный рогалек в жанре Tower Defense, где нужно защитить старейшее дерево на земле от толпы вооруженных людей. На выбор доступно множество улучшений атак и несколько уникальных стартовых ситуаций, что прибавит момент реиграбельности. Rumble Club – красочная многопользовательская королевская битва с участием до 20 человек. В составе отряда или в одиночку вам предстоит мутузить своих врагов на небольших картах и сбрасывать их в воду. На арене также разбросаны нелепые приспособления для сражений, например, бумбокс и огромный волшебный пончик. Кстати, игра также доступна и на телефонах. Space Head – динамичный шутер от первого лица, действие которого разворачивается в футуристическом сеттинге. Главной героиней выступает охотница за головами Вега, которая по сюжету должна ликвидировать космический картель, угрожающий межгалактической безопасности. Игра обладает довольно неплохим паркуром и чем-то похожей на Гостранер. Плазма – инновационная песочница, которая позволяет игрокам проявить свою креативность и изобретательность, создавая разнообразные устройства и сложные механизмы. Особенностью игры является возможность программирования поведения объектов с помощью визуального скриптинга, а также мастерская Steam, с помощью которой вы сможете поделиться своими творениями с другими игроками. К сожалению, проект оказался коммерческим провалом, и разработчики приняли решение больше не поддерживать дальнейшую разработку и перевели игру на бесплатную основу. Ну а если вы не хотите пропускать подобные новости и раздачи различных игр, то обязательно подписывайтесь на мой канал, поскольку здесь я на регулярной основе выпускаю видео про новые бесплатные игры, актуальные акции и раздачи игр в Steam, Epic Games, GOG и других сайтах с халявой. Кроме того, своей подпиской вы приблизите мой канал к отметке 100 тысяч подписчиков, так что с меня контент, а с вас подписка. Bendy Secrets of the Machine – новая игра по франшизе популярного ужастика, созданного в духе мультфильмов 30-х годов. Игра является классической бродилкой и отличается непродолжительным игровым процессом, но несмотря на это, она содержит в себе множество интересных секретов и пасхалку. Так что если вы являетесь фанатом серии игр Bendy, обязательно сыграйте. Следующая бесплатная игра – это Black Wake – многопользовательский экшен с видом от первого лица в пиратском сеттинге, где вам предстоит стать частью большой дружной команды и отправиться в захватывающие морские приключения. В игре доступно три игровых режима, система кастомизации персонажей и корабля, разнообразное оружие и возможность управлять кораблем. Также имеются динамическая погода и случайные события. Довольно-таки веселый проект. И единственный, как по мне, минус – это небольшой онлайн. Sky Children of the Light – миролюбивая массовая многопользовательская онлайн-игра от создателей Journey, получившая немало наград. Основной сюжет сконцентрирован вокруг древнего катаклизма, из-за которого духи предков оказались в ловушке. Игрокам нужно будет отыскивать их и освобождать из многолетнего плена, решая головоломки, выполняя квесты и исследуя интересные места. Сейчас проект находится в раннем доступе, но разработчики обещают, что полная версия также будет бесплатной. Smooth Classic – тетрис кооперативом от двух до четырех человек, где две команды соревнуются в постройке ступенек. Используя пушку, крюкошку и другие расходники, вам нужно подняться до верхушки колонны раньше противников и забрать приз. Выглядит весело, так что можете сыграть с друзьями. Holo X Break – пиксельный битэмап с анимешными персонажами и кооперативом на четверых. По сюжету некое тайное общество похищает генерального директора HoloLife и объявляет о своих планах захватить мир. В роли отважных витуберш вам предстоит пробиваться сквозь полчища врагов, используя свои уникальные способности. No Strings Attach – трехмерный платформер про жившую марионетку Пава, которая пытается сбежать из заброшенного цирка. С помощью рук марионетки вы сможете раскачиваться, карабкаться и выполнять другие действия, чтобы следовать за таинственным синим светом к вершине. Игра довольно атмосферная, так что определенно стоит попробовать. Далее у нас Slip Shot Rebound – увлекательный хоккейный симулятор, заточенный под мультиплеер до 12 человек в одном матче, который, кстати, длятся от 5 до 10 минут. Большой акцент сделан на стратегическом командам взаимодействий и мастерстве управления. Кроме того, игра поддерживает различные игровые режимы и огромное количество косметических предметов для вашего спортсмена. Если вам нравятся веселые и скиллозависимые игры, то Slip Shot Rebound – то, что вам нужно. Доронко Вонко – веселая аркада пропомеранского шпица, который носится по дому и разносит грязь. Глупая музыка, глупый геймплей и куча бессмысленных вещей, которые вы открываете для своей маленькой собачки, чтобы сделать в доме еще больше беспорядка. Ну, здесь без вариантов 10 из 10. Далее у нас Squicky Squad – черно-белый платформер с элементами рогалика и пиксельной графикой, где нужно победить армию грызунов, наводнивших корабль. Мир игры представляет собой большой лабиринт, состоящий из 5 областей с уникальными врагами. Indigo Park Chapter 1 – экшен-хоррор про заброшенный парк развлечений. Под руководством Енота Рэмбли вам предстоит восстановить электроснабжение для аттракционов, при этом вам также нужно будет раскрыть причину закрытия парка и узнать, что именно произошло здесь много лет назад. Вероятно, в будущем игра получит сюжетное обновление, поскольку в названии указана глава 1. Тем не менее, ее рейтинг уже достиг 95%, а многочисленные отзывы игроков хвалят проект за саундтрек, атмосферу и озвучку, так что рекомендую сыграть. Jo and Jo – основанный на физике хардкорный платформер о двух жирафах, привязанных друг к другу. В одиночку или в команде с другом вам предстоит перемещаться по разнообразным и сложным уровням, которые проверят вашу координацию, терпение и навыки решения проблем. The Recleaner – стелс-комедия про уборщика-оборотня, который должен навести порядок в офисе с десятками персонажей и бороться со своими инстинктами. Для игры доступно 7 уровней, с причудливыми сценариями, меняющейся планировкой и уморительными сюрпризами. Pixel Gun 3D PC Edition – порт популярного мультиплеерного шутера с видом от первого лица, вышедшего в 2013 году на мобильных устройствах. Игра предлагает различные режимы, включая командный бой, захват флага и выживание, а также возможность кастомизации персонажа и оружия. Игроки могут создавать свои собственные карты, исследовать многочисленные арены и сражаться с противниками по всему миру. Проект хвалит за веселый геймплей и разнообразие контента, но и без минусов, конечно, тоже не обошлось. Nightmare Kart – аркадная гонка от третьего лица в духе игр для первой PlayStation. На выбор есть 21 гонщик, 13 карт, 15 трасс, а также кооператив на одном экране, или же можно проходить полноценную сюжетную кампанию с боссами. Изначально проект должен был называться Bloodborne Kart, но из-за жалобы Sony разработчикам пришлось изменить название и дизайн героев. BitTrail Beach – кооперативная выживалка для интеллектуалов от 4 до 6 игроков. По сюжету ваш самолет потерпел крушение, и теперь ваша главная задача будет продержаться до прибытия спасателей. Однако один или два игрока выступают предателями, которые стремятся сделать так, чтобы никто не покинул остров живым. Каждый игровой день разделен на временные фазы. Днем вы собираете ресурсы и создаете полезное снаряжение, а ночью проводите голосование и изгнание возможных диверсантов. Над игрой работал всего один человек, и как по мне результат просто потрясающий, так что рекомендую сыграть с друзьями на досуге. Ну а на этом моменте видео подошло к концу. Надеюсь, после его просмотра вы пополнили свою библиотеку парой-тройкой бесплатных игр. Так что знак благодарности, можете подписаться на канал, прожать свой лайк и скинуть это видео своим друзьям. Также хотел бы выразить огромную благодарность уже действующим спонсорам, и всем, кто решит поддержать канал после этого видео. Ну а если этой подборки бесплатных игр вам было недостаточно, тогда рекомендую к просмотру и другие видео с этой рубрики на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!